Всем привет! Меня зовут Владимир Журавка. Я являюсь действующим сотрудником ООО «Гродноазот», а конкретно оператором дистанционного пульта управления в химическом производстве во всем уже вам знакомом цеху «Аммиак-3». И это заявление моё на стачку. Я вынужден записывать это заявление, пока я нахожусь на больничном и пока я нахожусь на свободе. Я прекрасно воссознаю, что это всё будет длиться недолго. Что я буду уволен, даже несмотря на то, что я нахожусь на больничном. Я знаю, что я могу быть задержан, как и мои коллеги, в любой момент и посажены сутки по надуманным статьям. К сожалению, реалии нашей жизни таковы, и мы с ними уже все свыклись. Я был в числе задержанных 26 числа сотрудниками ОМОНа. И я действительно слышал эти крики в автобусе «Кто мы?» и «Что мы?» для них. И знаете, с ними сложно поспорить. Они весь правы. Почему мы не говно, если мы идём после дубинок и всё равно работаем? На них работаем, как они и кричат. Они правы, видимо. Видимо, мы говно, раз мы продолжаем это делать. Я лично видел, как парень был просто избит в автобусе за то, что он спросил, он что преступник. Ему дали понять быстро, что тут не надо быть преступником. По людзам там топтались, по работникам там топтались. И это всё полностью наша вина и ваша вина. Мы всё это глотаем и терпим. Мы всё это спускаем и прощаем. Я хочу вам рассказать ещё другую правду. Не ту, что по БТ вам показывали. Что предприятию грозит огромная техногенная катастрофа и городу, если его остановить. Я вам расскажу другую правду. Уже неделю на предприятии в самых сложных и опасных цехах, взрыво-пожароопасных цехах, работают полностью неукомплектованные смены. Даже наполовину. Даже наполовину нету сейчас людей у них. Люди призываются просто, которые не работали в цеху 5-12 лет. Без всяких сдач экзаменов и проверок знаний. Сейчас для безопасной аварийной остановки, в случае чего, абсолютно отсутствует нужное количество персонала. Я не буду вам говорить про нарушение уже трудового кодекса, да, и про всякие инструкции должностные. Потому что уже в этой стране и на конституцию всем плевать давно. К сожалению, это так. Это наша вина, что мы допустили, что наших детей теперь не пускают с Польши за деньгами, за теплой одеждой. Что у нас железный занавес. Об нас вытирают ноги. Закрывают все рестораны, бизнесы, маленькие кафе, кондитерские. Просто единоразово. Просто по надуманным причинам. И мы все это глотаем. Люди страдают, а мы все это глотаем. Так как моего коллегу Александра Жука забрали 27 октября, завезли сотрудники на Гая и уже не выпустили. Человеку просто ставится за это прогул, и он уволен. За день, когда его задержали сотрудники, когда человек шел на работу, он получил прогул и был уволен. Далее абсолютно незаслуженно и справедливо он получил 30 суток. И теперь со всех сторон поступает информация, что ему просто клеят уголовное дело. Что в нашей стране, вы прекрасно понимаете, сейчас сделать очень легко. Невозможно смотреть, что творят с работниками культуры, что творят с работниками медицины, что творят с легендами нашего белорусского спорта. И всем плевать. Все идут все равно и работают. Все трясутся, вспоминая, что у них есть дети, родители. Коллеги мои, вы скажите, а у Саши Жука не было? Нет детей, нет родителей. Ваши дети никогда вам спасибо не скажут за такую трусость. За то, что вы ходили за тарелку похлебки под дубинками на работу. Просто за еду. Когда ваши дети вырастут, будут рассказывать своим детям что-то, им будет стыдно сказать про вас, что делали вы в такой переломный и сложный момент для страны, когда просто мы достигли правового дна. Вам будет стыдно перед этими детьми, которыми вы сейчас прикрываетесь. Жаль, что на самом деле хороших, честных, смелых людей оказалось не так много, как мы верили. Даже на нашем предприятии, несмотря как его поддерживает вся страна. Я думаю, вы этого не заслужили. Всем привет и живи, Беларусь! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok